Наступило лето, и разве здесь хляби небесные? Такое впечатление, что природа разозлилась не на шутку. За что каждый пусть сам думает, но новости напоминали на неделе какую-то фильм-катастрофу. Где не топит, там жжет. Где не жжет, там морозит. Столичные ливни с градом просто детски лепят по сравнению с остальными. Юг России затоплен практически полностью. В Краснодаре парень погиб, пытаясь перейти превратившуюся в бурный поток улицу. В воду упал оголенный электропровод. На Баме сгорели 17 домов из-за жары. В Германии огонь небесный, то есть молния, ударил по пришедшим на рок-фестиваль. И это вторую неделю подряд. 42 пострадавших. В Австрии бобры напали на городок и сгрызли противопаводковые сооружения за миллион долларов. Даже статуи на острове Пасхи разрушаются из-за изменений климата. Какой-то звериный оскал планеты, не иначе. Вместо солнца и летней неги. Хуже всех, наверное, Франции. Там даже в Лувре объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения. Как хранители спасают, что могут, мы еще расскажем. А пока моя коллега Екатерина Кибальч разбиралась с прогнозом гадостей на завтра. И искала ответ, за что планета устраивает этот апокалипсис-лайт. Ведь дело явно не только в набившем оскомину глобальном потеплении. Жителей российского севера сложно удивить снегом, даже когда он идет в первый день лета. Я хочу передать привет. 1 июня. С лучшим летом. Считаю, что погода нормальная. Временно выпал и тут же растаял. Уже на следующий день после метели в Сургуте плюс 20. А ледяной ветер двинулся по стране и через сутки уже в Приморье. Пока жители Дальнего Востока страдали от града, участники велопробега в Якутии изнывали от жары. В Якутске вообще весна выдалась теплая. А на следующей неделе обещают температуру за 30. Западная Сибирь, к примеру, волна тепла поднимается буквально до полярного круга. А рядом, Урал по Волжье, опускается холодно. По всей России самое жаркое место за Байкалью. 30-31 градус. Горят леса. В Краснодарском крае одно утешение. Пожаров на этой неделе точно можно не бояться. Поплыли, да? В море я хочу купаться. В этом году, да, что-то особенное она пребывала. Просто страшно. У меня аж истерика со мной случилась. Просто ужас, что-то тут случилось. Все, вон ламинат весь поднялся, все плавает. Обои подклеились. Я даже себе не могу представить, что ждать теперь от этого лета. По правде сказать, что ждать от этого лета, не знают даже лучшие метеорологи. Например, никто не ожидал сегодня, что во Владикавказе выпадет град размером с грецкий орех. И все-таки есть серьезные обстоятельства, которые объясняют причины катаклизмов. Этот год, так называемый год Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – название мощного течения в Тихом океане, которое рождается примерно раз в 8 лет. Вода вдоль экватора становится на пару градусов теплее, и это меняет климат. В этом году как раз пришло время Эль-Ниньо. После Эль-Ниньо больше необычных явлений по всему земному шару. Это не значит, что просто больше каких-то катастроф и все, и других явлений, наводнений, заспу и так далее. Но они происходят немножко не там, где их обычно ждут, к ним привыкли. В Америке этой зимой банкротились горнолыжные курорты из-за аномально теплой погоды в некоторых штатах. В тропически влажном Таиланде засуха впервые за 20 лет погубила урожай сахарного тресняка. А на побережье Чили пару недель назад выбросило тонны мертвой рыбы, моллюсков и даже морских львов. То, что мы видим на Тихоокеанском побережье Чили – последствия Эль-Ниньо. Повышение температуры, изменение океанских течений, изменение циркуляции ветра – все это может создать благоприятные условия для неудержимого разрастания водорослей в океане. Всего пару градусов тепла погубили этих морских великанов. Есть чего опасаться человеку. Считается, что позапрошлый цикл Эль-Ниньо в 97-м году был наиболее сильным. Но посмотрите на снимки планеты из космоса. Так выглядел океан зимой 97-го, а так он выглядел этой зимой. Не нужно быть климатологом, чтобы заметить глобальное потепление. На Эль-Ниньо сейчас списывают любые природные катаклизмы. Даже разрушение крупнейшего в мире кораллового рифа у берегов Австралии. Но ученым до конца непонятно. Это катаклизмы случаются из-за потепления? Или наоборот? Это люди страдают от изменений природы? Или они сами губят планету? Ответить на этот вопрос можно замечательным словом, которое есть только в немецком языке. Яйн. Найн и я. Которое означает и да, и нет. Так что да, это отчасти происходит по вине человека, а отчасти по естественным причинам. Однако очень неудачное стечение обстоятельств сейчас – это наложение интенсивного Эль-Ниняя и увеличение его эффекта в результате изменения климата. Пока на конференциях ООН решают, как спасти планету от глобального потепления, Николай из магазина летних товаров в рекордные сроки продал партию кремов для загара. Я думаю, что уже, наверное, на днях придется ехать, уже все, заканчиваются все крема. Если хорошая погода, то в нашем бизнесе будет хорошая прибыль. Идеальная погода. Ну вот она сейчас. Я стою здесь, солнце меня греет. Идеальная погода в начале лета наступила и в Москве. Даже небольшой град не принес ущерба. Теплый, влажный июнь. На полях Тимирязевской сельхозакадемии уже даже созрели первые ягоды. Смотрите, уже темных ягод много. 3 июня мы уже получаем урожай. Ягоды, похожие на чернику, называются жимолость съедобная. Это растение родом из Сибири. И неудивительно, что в аномально теплой Москве оно уже плодоносит. Когда тепло растениям и людям, хорошо и зеленым жукам тоже. В этом году тля размножилась с невероятной скоростью. Заведующий Мичуринским садом Владимир Викулов не разбирается в изменениях климата. Но заметил, что в последние годы теплолюбивая черешня вытесняет вишню. Из-за череды теплых зим, которые сейчас у нас идут, стало активно поражаться болезнями. А черешня значительно устойчивее. Сейчас у нас начало июня, а буквально через неделю, через максимум две недели, уже получим первый урожай. Это очень рано, да? Это очень рано, да. Сложно представить, что тля на яблонях Мичуринского сада, киты на побережье Тихого океана и разбитое стекло на Дальнем Востоке – это звенья одной цепи. Климатологи предрекают сильнейшую засуху в Африке и наводнение в Центральной Америке и Европе. Цены на рис, кофе и сахар могут вырасти, а 16-й год войти в историю как самый жаркий. Впрочем, все эти картины будущего сродни гаданию, ведь климатологи не раз ошибались, а синоптики гарантируют точность прогноза лишь на неделю. Екатерина Кивальчич, Евгений Марускин и Александр Гусев. Воскресное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова